Давным-давно реэкспортные автомобили пользовались в СССР и России хорошим спросом. Покупателей манило лучшее качество и экспортное оснащение машин. Похоже, что эти времена вернулись. В соседней Беларуси обнаружились залежи автомобилей Lada Vesta. Местные дилеры накопили три сотни машин. В основном это дорестайлинговые универсалы Vesta SV и SV Cross в приличных комплектациях Classic Start и Comfort. У всех Vest — механические коробки передач и 16-клапанный двигатель 1.6. Цены на универсалы начинаются с 1.200.000 рублей. Cross же стоит 1.5 млн. Продавцы уверяют, что возьмут на себя подготовку документов для регистрации в российской ГИБДД, а поставить машину на гарантию можно у любого дилера в Беларуси или России. Однако сам АвтоВАЗ не столь оптимистичен. Компания разбирается в ситуации и пока не может подтвердить гарантию на указанные автомобили на территории России. В случае, если автомобили были официально поставлены импортеру в Беларуси, то гарантия на них действует только на территории Беларуси, сообщает пресс-служба. А закончим этот выпуск обновлённой Нивы. Напомним, что её модернизацию анонсировал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, вручив дизайнеру машины Валерию Сёмушкину сертификат на первый образец. Название машины не должно вводить в заблуждение. На самом деле приставка «Спорт» объясняется лишь тем, что мелкосерийное производство обновлённой Нивы поручит подразделению «Ладо Спорт». Суть же изменений сугубо техническая и базируется на проекте улучшений под индексом М5, которым занимался ещё Михаил Ледяев, ныне ушедший в частную фирму СуперАвто. Как сообщает DROM, обновлённая Нива получит 17-дюймовые колёса. Такая запаска под капот уже не поместится, поэтому останется ремкомплект. Задний дифференциал станет четырёхсателлитным, а на балке появятся усиливающие элементы. В раздаточную коробку внедрят электропривод блокировки межосевого дифференциала. Моторный вопрос не решён. Мы уже рассказывали, что АвтоВАЗ тестирует перестановку поперечного 90-сильного восьмиклапаника 1.6 в продольную компоновку Нивы с переделкой поддона картера систем впуска и выпуска. Вероятно, первые Нивы будут такими, а впоследствии поставят и Вестовский двигатель 1.8. Фирма СуперАвто уже отработала такое решение, но не довела машину до сертификации. Что же до сроков, то Максим Соколов анонсировал начало производства Нивы Спорт на конец будущей зимы. Однако, учитывая немалый объём переделок, чтобы уложиться в срок, внедрять новшества придётся постепенно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова